Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у меня на связи Киев, журналист Айдер Муждабаев. Витаю, Айдере! Слава Украине! Айдер, давай сразу к делу, потому что мы проводим такой своего рода марафон, люди высказываются, потому что мы не хотим оставить без внимания то, что может перерасти в очередную катастрофу. Я подобную катастрофу видела 30 лет назад по отношению к своей стране, где я родилась, в Грузии, к первому президенту Звиаду Гамсахурдии. Тогда мы не понимали, что происходило, потому что появились какие-то люди, как только Грузию стали признавать после распада Советского Союза, это было буквально 10-е, 20-е числа декабря 91-го года, как только Грузию стали признавать, появились какие-то люди, причем из числа грузин, какие-то авторитеты, какие-то интеллигенты, которые поехали по всему свету, в том числе к Вацлаву Гавилу, к Адому Михнику с информацией о том, что этого человека надо срочно убирать, потому что он диктатор, потому что он националист. Какие-то слухи, какие-то инсинуации, какая-то грязь полилась на Звиаду Гамсахурде. И на наших глазах этого человека свергли с помощью Закавказского военного округа, который тогда уже подчинялся Борису Ельцину Российской Федерации. Мы все, открыв рот, позволили этому злу произойти. Мы до сих пор кусаем локти. Так вот сегодня, когда Ичкерию признала Украина, а следующие шаги, обязательно другие страны начнут признавать Чеченскую Республику Ичкерия, опять то же самое. По тем же лекалам появляются люди, в том числе из числа чеченцев, ичкерийцев, которые начинают делать то же самое, лить грязь, выбрасывать компроматы, обвинять бог знает в чем лидера Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Я высказала свою точку зрения. Я скажу, что я не позволю этому второй раз произойти в своей жизни. Я буду делать все, чтобы еще раз не кусать локти. Потому что на моих глазах повторяется ровно то же самое. Лекалы спецслужб, лекалы Кремля, которому не интересно, чтобы Ичкерия была независимым государством и не подчинялась Кремлю. Я хочу услышать твою точку зрения, как ты видишь это из Киева. Ну, я начну отвечать с того, что сейчас невероятно крутой, переломный, решающий исторический момент для Чеченской Республики Ичкерия. Именно для Чеченской Республики Ичкерия. Ну, про Украину я не говорю. Украина на себя вообще везет весь мир сейчас. Воюют за свободу на острее копья. Но и вместе с Украиной воюют чеченские бойцы. Вооруженные силы Украины приняли в свой состав вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия, которые официально утверждены. Назначены офицеры, там структура. Я слышал об этом. Вот. И Ахмед Закаев, насколько я понимаю, все это решил и с военным и политическим руководством Украины. И это очень-очень круто, да. То, что люди воюют за нас, воюют за Ичкерию. Они понимают, что без победы Украины, победа Ичкерии, независимость Ичкерии невозможна. Поэтому они делают все абсолютно правильно. Честь им и хвала этим бойцам украинским и чеченским в составе украинской армии. Теперь по политическим моментам. Значит, Украина сейчас является страной, которая задает тренды в демократическом мире. Это так. Это просто так. Ну, в силу, опять же, того, что Украина платит кровью своих лучших людей. Вот. И страданиями миллионов своих собственных граждан, да. Поэтому, естественно, к мнению Украины всегда прислушиваются. И то, что сейчас президент Зеленский, Верховная Рада Украины, Дмитро Кулэба, министр закордонных справ, все в один голос говорят о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии, уже признан геноцид геноцидом, который и был геноцидом. Просто вы не хотели замечать многие все эти годы. Вот. То есть, путь к независимости Чеченской Республики Ичкерии открыт как никогда. Такого исторического момента не было. И все понимают, что если Россия рухнет, вернее не если, а когда русский рейх будет разрушен, шансы независимости и на суверенитет имеют именно в первую очередь чеченцы. Я сравню просто, например, с Татарстаном, у которого такой шанс не очевиден, да, где там большая часть населения не забыла родной язык. Многие ассоциируют себя с русскими, с Россией, и пропаганда поработала, и долгие годы оккупации, и все такое прочее, и размывание всего национального. Вот. Это то, что они хотели сделать с Украиной, но не получилось. А вот случай с Татарстаном, к сожалению, кажется, что получилось. Дай Бог мне ошибаться, и я не лезу в дела этого народа. Вот. Это его дело. Но просто я вот, к сожалению, знаю такие факты. С Татарстаном все по-другому. Во многом из-за брутального вот этого издевательства и геноцида и последних лет, да и столетий, скажем так, да, у чеченцев не сложилось иллюзий относительно русских, и кадырцев я не считаю, да, это манкурты и не люди вообще, зверюги. Вот. И для своего народа, и для всех остальных, для всего мира. Это воплощение зла просто такое выразное, так украинское слово есть такое, да. Вот. А для всех остальных можно сказать, что чеченцы хотят жить на своей родине, хотят независимости, осознают себя единым народом, и они знают, что у них независимость есть. Просто ее временно отняли. Независимость официальная, утвержденная и так далее. Был и парламент, и первый президент Джохар Дудаев, потом, я просто боюсь запутаться, по-моему, и Зильмхан Яндарбиев какое-то время исполнял обязанности, потом президент Аслан Масхадов, блестящий абсолютно человек. Вот. И я отношусь к этим людям с глубочайшим уважением. Дудаева я, к счастью, знал лично, когда мне было 21 год и брал у него интервью, которое на всю жизнь оставило на меня впечатление. Но я и до этого был занят независимость Чечни и Украины. Но он просто еще раз утвердился в том, насколько это благородные люди. С Зильмхан Яндарбиевой я буквально с ним, может, три минуты разговаривал, а вот с Асланом Масхадовым не удалось пообщаться. Вот. Всех этих людей уже нет. Это герои настоящие, вписанные их кровью, собственной кровью чеченского народа в историю Ичкерии, в историю борьбы за демократию, за человечество в конце концов. Да и каждый чеченец это боец за человечество, кто погиб в той войне и сопротивлялся, кто воюет сейчас. Вот. Поэтому шанс огромный. И тут очень важно понимать, и я сейчас объясню свою, почему я считаю, что стоит меня послушать разным чеченцам. Не потому, что я хочу кого-то учить. Я не лезу ни в коем случае ни в внутренние дела Чеченской республики Ичкерия. Я не оцениваю никаких чеченцев. Для меня все чеченцы, кроме кадыровцев, это братья, союзники. И это потом уже в ходе демократических выборов, там они решат, кто у них президент, кто у них премьер-министр, кто у них в парламенте и так далее. И я только в гости могу приехать. Вот. Мечтаю побывать в Чечне свободный. Но только как гость и никого не собираюсь учить и никого не собираюсь негативно или позитивно оценивать. Я просто расскажу то, что я вижу, как крымский татарин. Вот. Если, кстати говоря, может быть, вы знаете, что Мустават Джамильев, лидер крымско-татарского народа, воспитал двух чеченских парней, которые остались из-за войн без родителей. Они уже взрослые. Вот. И у нас отношение к чеченцам особое. Да. Именно братское. Мы депортированный народ тоже. Мы народ, от которого подвергнуты геноциду. Вот. Который тоже верховный народ Украины признал и ряд стран уже. И чеченский геноцид тоже все признают. Я в этом не сомневаюсь. Это вопрос, опять же, украинских побед и помощи, в том числе, и страны Ичкерии в Украине. Так вот, я хочу, чтобы как Крым был возвращен в Украину, так и территориальная целостность Украины восстановлена как можно скорее. Чтобы как можно скорее Чечня обрела независимость, а русский рейх был уничтожен, как я говорю. Вот. И для меня есть такое понятие в исламе. Прямой путь. Пусть религиозные люди трактуют это как по-разному. Но для меня прямой путь, кроме пути чести, правды, непреклонения перед злом, перед силой и так далее. Для меня это еще и прямой путь в плане эффективности. То есть, кратчайший путь от точки А в точке Б. До независимости членской республики Ичкерии в данном случае. И вот все, что для этого эффективно, что работает на максимальной эффективности и быстроту этого процесса, то я считаю положительно. Что его замедляет и что тормозит, вот я считаю то отрицательно. Вот смотрите, уважаемые чеченцы, я ко всем обращаюсь вообще. Сразу скажу, что я не знаю лично сына Аслана Масхадова, Амзора, не знаю того человека, который с ним был на пресс-конференции, кажется Джамбулатов зовут, не знаю. И так же как я буквально один час я общался с Ахмедом Закаевым вместе с Мастафой Джамильевым, Рифатом Чубаровым, главой Меджилиса Крымстарского народа. Вот так просто пообщались и все. Это все, что я знаю про этих людей. Конечно, я про Ахмеда Закаева читал, слышал, знаю, но общался с ним тоже крайне мало, поэтому я объективен. Что сейчас происходит? И вот почему вот эта пресс-конференция, которую я посмотрел в Интерфакс Украина с участием очень уважаемого человека, главы Международного комитета Верховной Рады Александра Мерешко и вот двух этих людей, Анзора и Джамбулата, я считаю, что это они сделали зря. Это получилось зря. Я сейчас вернусь опять к содержанию этой пресс-конференции, где было высказано много негативного, ну не много, но очень негативного про Ахмеда Закаева. Я просто чуть-чуть к международному положению возвращусь сейчас. Уникальный шанс еще и в международном плане состоит в том, что сейчас Украина задает тренды. Не секрет ни для кого, что все западные, по крайней мере европейские институции, ну профильные, когда что-либо говорят об Украине или там что-то хотят сказать, высказаться об Украине, они всегда советуются с профильными людьми в Украине. То есть никто не хочет навредить. Не навреди. Главный принцип сейчас западного мира, который поддерживает Украину, такого коллективного Рамштайна, да, и который понимает, что на Украине висит судьба их стран тоже, да, и Ичкерии в том числе. Так вот не навреди, это главный принцип сейчас для всех разумных людей во всем мире по отношению к Украине. А Украина, когда она признает независимость Ичкерии, когда она признала геноцид, она таким образом дает пример другим. И поверьте мне, уважаемые чеченцы, другие страны будут следовать примеру Украины. И после победы над Русским рейхом, а Русский рейх обязательно будет разрушен, как я и сказал еще в 2014 году, вот, именно признание Чечни, оно пойдет, оно до того момента еще, мне кажется, будет двигаться в мировом поле. Вот, и люди будут, эти люди на Западе и в Украине будут общаться именно с официальными представителями, с представителями власти, правительства в изгнании, которые возглавляют исполняющие обязанности, по-моему, так, во временном исполняющем обязанности премьер-министра Ахмед Закаев. Нравится кому-то он, не нравится, но это факт, да, это факт политик дипломатический, потому что это есть цепочка непрерывная, юридическая, от выборных президентов, там он был министром, по-моему, при каждом чеченском президенте, если я не ошибаюсь. И есть цепочка от народного избрания, да, Дудаева, Масхадова там, и он был в составе этих правительств, которые избирали, утверждали, насколько я понимаю, избранные депутаты, да, то есть есть юридическая основа, преемственность и, как называется, легитимность этого правительственных знаний, которые возглавляет Ахмед Закаев. И новую легитимность придумать невозможно, никакие съезды ченского народа, даже если, ну невозможно всех собрать, понимаете. А если просто собрать друзей, вот как Анзоры с этим человеком говорят, ну, то есть друзей против Закаева собрать, тот соберет, значит, против них, кто за него, кто за него. Это контрпродуктивный путь, ребята, так это не работает. Я это со всем любовью к вам говорю, уважением, ко всем чеченцам, я подчеркиваю, да. Вот, это так не работает. И тем более нельзя ставить в неловкое положение Украину, когда я вижу эту пресс-конференцию, ну и там видео уже трансляция была, и не видно, кто задавал вопрос, но вопрос, который задавал, видимо, украинский журналист или кто-то, он не представился, по-моему. Вот. Меня очень, я когда, знаете, я старый журналист, 35 лет журналистики, я прекрасно знаю, когда вопрос на пресс-конференции задают, ну, на заказ, что ли, по подсказке, по просьбе, да, скажем так. Потому что это такая советская какая-то школа журналистики, пропагандисты, пропаганды, точнее, когда в вопросе заложен ответ, да. И вот там вопрос вот формулирован так, что он уже, это вот как, знаете, как бывают такие вопросы, говорят, а знаете ли ваши родственники, друзья и близкие, что вы пьете коньяк по утрам, да, например. И ты что да отвечаешь, что нет отвечаешь, как бы суть не меняется, да, если такие вопросы ловушки. Тут это не так изысканно все было, да, очень грубо, очень топорно, но я как редактор, я уверен и знаю о том, что этот вопрос был по просьбе задан. Чьей просьбе я не знаю, вот, участников пресс-конференции или по просьбе каких-то других людей, но это прозвучало все ужасно, это не журналистика, это не по-честному, вот, значит, про остальное содержание пресс-конференции говорить не буду, но про это вот скажу. Меня это не убедило, я как журналист считаю, что это подстава, вот, специальная. Это некрасиво, и некрасиво было в присутствии украинского официального лица, и нельзя ставить Украину и ее официальных лиц, которым прислушивается весь мир, нельзя ставить, исходя из любых своих ощущений, негативных реакций, отношений к другим людям, нельзя ставить неловкое положение Украину и украинских представителей официальных, да, потому что Украина действует только в интересах чеченского народа всего, и все Ичкерии, да, и когда предлагают Украине выбирать между, между вот этим, этой Ичкерии и той Ичкерии, разделяют, это все, это сразу, вот, конечно, Украина не отвернется, да, конечно, она все продолжит, конечно, и это пройдет, и это мы победим уж, слушайте, у нас на фронтах тут уже, ну, да, но таким образом вы отталкиваете те люди, которые друг про друга рассказывают что-то вот публичное, тем более в присутствии украинцев в Украине, вы как бы бьете по рукам Украине, и гипотетически Украина может сказать, слушайте, но если вы вот так себя ведете, да, друг на друга, там, компроматы, обзываетесь друг на друга, там, называете ФСБшниками и так далее, может проще ни с кем из вас не иметь дело, да, но это по-человечески так, знаете, ну-ка если на человеческую реакцию привести, Украина так не скажет, безусловно, Украина будет общаться со всеми, и с Анзором Масхадовым, и с Ахмедом Закаевым, но просто Ахмед Закаев это в данном случае функция, а просто не только личность, это личность, конечно, да, вот, как и личность была большая, отец Анзора, Аслан, с которым я, к сожалению, не был знаком, в отличие от Дудаева и Индоробиева, я их видел, с Дудаевым даже в интервью брал, такая честь для меня и память на всю жизнь, да, вот, а, понимаете, в чем дело, так это не работает, вот, я пример приведу, независимо от того, что, как вы относитесь к Закаеву, еще раз говорю, вот есть Межлиз Крымского Старского народа, он в изгнании находится, он в Украине, в своей стране находится, но все равно в изгнании с нашей родины, с нашей земли, да, с Крымской, он был избран, но срок выборов прошел, ну, то есть, как вот у вас нельзя собрать снова парламент до того, как вы вернетесь на свои земли, так и у нас нельзя снова собрать Ковултай, Сиес Крымского Старского народа, чтобы, который соберется, за который будут голосовать, прямое равное тайное там и так далее, да, вот, это просто физически невозможно до деоккупации, такая ситуация, вот, и что ж теперь мы должны делать, мы должны в грязи у друг друга кидаться, говорить, что это Межлиз нелегитимен, да, он живет сейчас по специальному временному положению, пока невозможно провести выборы закона, как положено, да, по статуту Межлиса Крымского народа, по статусу, по принятым документам, да, то же самое, как и с чеченским парламентом, но до того момента действует временное положение и Межлиз продолжает работать, бороться за восстановление территориальной ценности Украины, вот, точно так же, как продолжает работать чеченское правительство Ичкерии в изгнании, да, как бы ни была фамилия исполняющего обязанности премьер-министра, да, но это очень круто, это очень хорошо, у других народов такого нет, понимаете, нет такого правительства, у Татарстана, и шансы у Татарстана, ну, крайне, намного ниже, чем у Чечни обрести независимость, потому что даже если рейх рухнет, там может быть и нечего уже собирать, я вот общался с представителями, значит, с людьми из Казани, очень многие забыли язык, многие ассоциируют себя с русскими, подавляющее меньшинство читают по-татарски, ощущают себя как отдельным народом от России и так далее, там проблем больше, как это ни странно выглядит сейчас, да, вроде как, при всех страданиях чеченцев и так далее, но у них есть заряд вот этой независимости, а вот примеры Татарстана и в других республиках, так называемых, автономных, тоже самая ситуация, да, у вас уникальный шанс чеченцы, да, и у вас есть представительный орган признанный, который означает правительство в разных странах мира, Европа, Европа, это очень круто, и не имеет значения как фамилия этого человека вообще, да, вот даже если бы я не знал за краю, я бы сказал то же самое, вот, и попытки вот этих выяснений, кто, кто более легитимный там, свержение вот эти в эмиграции какие-то, переворот очень напоминают, знаете, советское кино это такая ужасный такой какой-то грибок навязчивый, мы все на нем выросли, к сожалению, так или иначе, да, вот были там такой отец этого пропагандона, Киасаяна, мужа этой бобрихи, вот, отец снимал фильмы про советскую власть, да, и не все из них были совсем уж бездарные, они естественно идеологические, они вредные, но некоторые вещи там сатирические есть, смешные, и даже не смешные, вот когда там вот эти, это по-моему называется коронороссийской империи, как они там корону Российской империи делили, это очень смешно снято, да, в Париже, вот когда возникают такие пресс-конференции, когда задаются такие вопросы, когда отпускаются такие реплики в адрес законно избранной легитимной власти, вот у нас тоже украинцам многим чего не нравится в нашей власти, да, но мы не будем сейчас во время войны воевать с собственной властью, воевать именно, критиковать, пожалуйста, там конструктивно что-то, но делегитимизировать собственную власть, это идиотизм, это пилить сук, на котором ты сидишь просто, да, и не занимайтесь этим, пожалуйста, никто из чеченцев, честь и слава бойцам, честь и слава их командирам, спасибо Ахмеду Закаеву за то, что он в Украине, спасибо Анзору Масхаду за то, что он в Украине, спасибо вдове, первый президент Чеченской республики, пани Али Дудаевой за то, что она с Украиной, но, пожалуйста, никто, никто, ни один человек из тех, кто и назвал, и тех, кого и не назвал, не должен, пока нет независимости, чеченской республики Ичкерия, все внутренние вот эти сварки, украинское такое слово есть, да, я максимально мягко стараюсь выражаться, потому что я максимально не хочу никого задеть, для меня все чеченцы это братья, да, и сестры, вот, максимально будьте осторожными, Ичкерия сейчас, у нее очень хороший шанс на независимость, благодаря Украине, благодаря нашей общей борьбе, но это хрустальная ваза, которую нужно нести, вот, видите, когда много рук несут хрустальную вазу или какой-то шар хрустальный, да, не дай бог кто-то, кто-то кому-то подножку сделает, кто-то споткнется сам или его подтолкнут, это все можно разбить, а вы должны нести свою Ичкерию, как мечту на руках, как самое дорогое, что у вас есть, оно у вас есть, и оно у вас будет, да, но это надо донести просто и наиболее прямым, коротким путем, честным путем, потом, когда у вас будут выборы в парламент, президентские выборы и так далее, вы создаете партии, вы диваните лидеров, сколько я слышал, Ахмед за ее лично не спрашивал, но я слышал, Ахмед Закайф не хочет баллотироваться в президенты и вообще кем бы то ни было в Ченской республике Ичкерия, это честная позиция, я надеюсь и уверен, что он ее, эту позицию донесет до конца, до города Грозный, который на самом деле Джохар и все, и он передаст вместе со всеми чеченцами, кто участвует в этом борьбе, принесет эту хрустальную мечту, я не могу даже просто, для меня это просто невероятно круто и я вас очень всех люблю, я очень понимаю вас всех, и вот тогда на месте вот этих вот билбордов, которые в нынешнем Грозном, так называемом, висят портреты Кадырова и его там палачей, вот, там будут билборды с разными партиями чеченскими, как говорит Ахмед Закаев, и всех, от всех я слышу, кто с ним там, и вообще от всех чеченцев я слышал, это где-то в публичном поле, вы хотите строить демократическую, европейского типа, республиканскую форму демократии, отлично, значит будут партии, значит будут выборы, значит будут мандаты, депутаты, фракции, разные партии, вот тогда на дебатах, любые претензии кому угодно, но в пределах разумного, чтобы Чечню опять не расплескать, да, как у нас расшатывали Украину изнутри, вы должны беречь, и вы будете беречь свою страну, потому что это, это досталось вам огромной кровью и страданиями, да, но вот сейчас, пожалуйста, потерпите до восстановления независимости, потерпите до выборов, не унижайте своих лидеров, которые имеют легитимность по цепочке от избирательных последних выборов, значит Ченской республики, новых выборов вы пока не проведете в изгнании, и все эти съезды, если и нужны съезды чеченцев, то они должны быть объединительными, вот о чем, например, говорилось, что съезд такой будет, но это не должен быть съезд против Закаева, понимаете, это на голову не налазит, извините, есть такое выражение не очень, может, красивое, да, мне не налазит на голову такое, и где бы это ни происходило, я не знаю где и как, нельзя сепарировать, нельзя сепарировать, разделять движение, нельзя, вот мы крымские татары, так, если это пример мы для вас в этом смысле, да, все-таки у нас было государство долгое время, там и ханов избирали еще, и культура есть демократическая, выборы в Меджилис мы выбирали тоже, как и вы избирали, да, то есть у нас есть опыт, мы бережем свои институции, и вы берегите, пожалуйста, свои институции, потому что, когда Запад, любая страна хочет что-то признать, с кем-то иметь дело, на билонатическом уровне, должны быть представители, таких нет у Татарстана, я повторю, ни у Башкирии нет, ни у калмыков нет, ни у якутов нет, ни у кого нет, у них есть только оккупационные власти, и отдельные представители диссидента, но нет структуры, которые по цепочке легитимность идет от под избранного парламента, у вас это есть, это невероятно круто, берегите это, не обращайте внимания на, тем более, я думаю, что да, я надеюсь, что, наверное, так и будет, что Ахмед Закаев там на эти претензии довольно, вот, и вопрос подлый был в своем сформуле, он уже, на этот вопрос уже нельзя было отвечать, не продолжая подлость, да, потому что это вопрос подлый, сам по себе, в вопросе заложен ответ с, ну, с унижениями, да, с, и причем там, типа, на уровне одна бабка сказала, вот говорят, что он и так далее, это ужасно, все это не журналистика, стыд и позор, мне было стыдно смотреть и слушать такую, вот, поэтому я не знаю, что еще добавить, я благодарю Инну и Андрея Курочкиных и агентство iNews, которое я смотрю, и подписывайтесь на iNews, и чекирийское агентство государственное, да, благодарю за возможность высказаться, это для меня тоже важно, это у меня тоже болит, я очень большой эмпатией отношусь с чеченцем, я считаю, что, ну, я не буду много говорить, я много говорил про Чечню и свои воспоминания и так далее, можете посмотреть на моем канале в YouTube, подписаться на него, вот, и про Дудаева и про все, вот, я вас просто, есть такое слово, заклинаю, донесите свою свободу до дома, больше, вот, я вас ни о чем не прошу, будьте выдержанными, будьте едиными и не проявляйте лишних эмоций против своих же до того момента, пока вы все вернетесь в свой дом, я в это верю, так оно и будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok